Привет, друзья! Это наш третий эпизод ответов на вопросы и сразу перейдем к делу. Вопрос от Майк Львов. Как идет подготовка оружия к матчам? Привет, Майк! Поскольку ты из Патреона, мы ответим тебе заранее. Я тебя тем более знаю лично и спасибо за поддержку. Как идет подготовка оружия? Есть очевидный, конечно, ответ. Оружие чистят, собирают достаточное количество патронов и магазинов. Но чуть-чуть менее очевидно, это установка новых запчастей на оружие. Первый вариант, это когда вы устанавливаете, например, на ЧЗ-75 новую затворную задержку. Это нагруженная часть и, скажем, после 5000 выстрелов она может сломаться. Может не сломаться, но высока вероятность, что это произойдет. Поэтому ту запчасть, которая может сломаться, меняют перед матчем, а потом возвращают ту старую, пока она действительно не сломается где-нибудь на тренировке. Лучше она сломается на тренировке, чем она сломается у нас прямо во время ответственного соревнования. Или, например, меняют головку затвора в ВИПРЕ-205. Я этого не сделал и получилось вот что. Кстати, полное видео вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Поэтому можно менять пружины в ОСМе. Если у вас какое-то свое специфическое оружие, лучше знать его функционал и менять запчасти до того момента, как они сломаются. Мой товарищ Иван Косоротиков, у него вообще своя традиция. Он очень часто ставит новые, совершенно новые запчасти прямо перед матчем. Не испытанные, ничего с ними. Ваня, почему ты так делаешь? Ну как, есть же план какой-то по доработке оружия. И вот когда у тебя назревает какой-то важный матч, ты думаешь, вот сейчас ты поменяешь вот эту вот часть, которую давно планировал, и у тебя прям все получится. Ну или почему бы на чемпионате России по PCC не поставить новый буфер от Custom Guns, который еще особо никто не тестировал. И протестировать его прямо на соревновании. Гениально. Часто это подводит. Поэтому, Майк, я дополню сам твой вопрос. Что не нужно делать? Не нужно ставить то, что не проверено в тренировках. Артем Газголубев. Ресурс и надежность САЙГИ-12, исполнение 340. Ресурс у САЙГИ-340 большой. Я знаю только один случай, когда там сломался боевой упор. Конечно, запчасти там ломаются. И есть определенный дефицит на зип, то есть запасные части для этого ружья. Но в целом ресурс очень большой. И он переваливает за иногда 50 тысяч выстрелов. Он даже больше, чем на ВПО-205. Но про ВПО-205 вы не спрашивали, значит про него я и ничего не буду говорить. А у тебя видео отдельное есть, помнишь, мы делали? Да, у нас есть отдельное видео. И вот здесь мы с Иваном рассказываем обо всех косяках и недостатках ВПО-205. Вопрос от Апсолбс. Какой? Ребят, придумывайте себе более читаемые какие-нибудь ники. Нам будет очень удобно. Почему не стреляете в дисциплину карабин? Почему все ружейщики стреляют в ПСС, а не карабин? Попадать не умеют. Когда у Сергея Иванова был крайний матч в карабине? Это вообще не один вопрос, это, по-моему, три вопроса. Да. По очереди. Когда у меня был крайний матч по карабину? Крайний. Мне не нравится использовать слово крайний, не крайний. Ну, последний. Это русский язык обычный. Зачем так быть суеверным насчет? Мы же не парашютисты. Это у них такая традиция. Короче. Последний матч, насколько я помню, я стрелял в ноябре прошлого года. Это был сугубо карабин. По-моему, чемпионат Москвы или Московской области. Карабин я не стреляю по той причине, потому что, во-первых, я не могу распыляться на все виды оружия. Ну, я точно так же ирсофт не стреляю. Я очень редко стреляю в пистолет пару матчей в год. Я стреляю карабин и пистолет в рамках триганов. И пока они проводились в позапрошлом году, в позапозапрошлом году, я стрелял довольно успешно. Специально ходил, тренировался. Пистолет тренировал, специально карабин тренировал. Но в рамках тригана, поскольку это дисциплина самая интересная в IPSC, как мне кажется. Кстати, если вам интересно, вот посмотрите это видео по ссылке, что такое российский триган. Все-таки надо сказать, что карабин менее драйвовый. Он более выверенный. Он более требовательный к технической части и как технике самого стрелка, так и технике железки. Там нужно уметь работать с оптикой, если ты стреляешь в опыне. Там нужно работать с ошками, разные положения и тому подобное. Там пуля имеет большое значение. Тебе придется разобираться и в твистах, и в понятии кориолиса, и знать, что такое деривация. В общем, это сложнее и менее драйвового. Меньше бега, меньше вот этого огня и динамики. Вообще карабин отличная дисциплина. Те, кто решил ей заниматься, я их всячески поддерживаю. И все-таки карабин я время от времени стреляю. Ну а теперь все-таки страшный вопрос. Почему все ружейщики стреляют в PCC, а не карабин попадать не умеют? Я должен сказать честно, все ружейщики это члены одной организации. Нам не нравится, когда нас называют сектой. Это все происки. Но перед тем, как начать заниматься ружьем, каждый ружейщик, мы это знаем, естественно. Наш тайный знак. Мы подписываем... Мы это вырежем, никто не должен знать. Мы вырежем, да? Хорошо. Этот тайный знак означает, что мы не должны участвовать в соревнованиях по пистолету. Мы должны быть более хамоваты, более напористы. Мы являемся притесняемым большинством, поскольку у нас больше всего. От всякими меньшинствами. Меня сейчас неправильно поймут. Короче, шутить заканчиваем. Нет, на все ружейщики стреляют, из чего хотят. Сергей Орлов чемпион России по карабину, хотя он ружейщик по своей плоти и крови. У нас в PCC ружейщики стреляют успешно. Дело, скорее всего, в том, что пистолет, он более такой интеллигентный, легкий. И с него чуть-чуть тяжелее переходить на ружье. А из ружья можно во что угодно переходить, поскольку ты уже самое страшное познал. В общем, я не знаю ответа на ваш вопрос конкретный. Я могу говорить только для себя, за себя. Сергей Самосевич спрашивает, что необходимо для того, чтобы, не нарушая закона, использовать магазины емкостью более 10 патронов? Для того, чтобы использовать магазины емкостью более 10 патронов, нужно соблюдать закон об оружии. Давайте его процитируем. Итак, на территории Российской Федерации запрещается оборот в качестве гражданского служебного оружия огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина барабана более 10 патронов. За исключением спортивного оружия. То есть, чтобы вы могли использовать ваше оружие законно, оно должно быть спортивным. Спортивное оружие может принадлежать либо использоваться спортсменам. Соответственно, вы должны быть спортсменом. Так написано у нас в законе. Чтобы быть спортсменом, нужно быть членом Федерации спортивной. Таким образом, я являюсь, например, членом Федерации практической стрельбы России и могу использовать такие магазины. Вопрос от madeby.pro, как получить спортивный разряд в пистолете или PCC. Допустим, есть корочка, допустим, неплохо стреляешь, допустим, на каком-то матче занял не последнее место. Но говорят, все не так просто. Все стало проще, чем раньше, поскольку раньше ты должен был занимать определенное место от победителя. А учитывая, что очень сильные стрелки стреляли, места занимать было сложно. Для разрядов это убрали. Сейчас стало проще. Для того, чтобы получить разряд, в первое, нужно быть в заявке от своей местной организации, Федерации практической стрельбы, например, города Москвы. Второе, нужно иметь набор документов необходимый. Иногда он шире и уже, но в целом это одинаковый набор документов. Обращайтесь в свою Федерацию, вам подскажут, аначе длинно рассказывают. Вам нужно набрать определенный процент от победителя. Например, для первого разряда вам нужно набрать 65% участвуя в чемпионате Москвы. Дальше вы подаете документы, опять же, в свою Федерацию и покупаете спортивную книжку и получаете первый разряд. Может быть, книжки даже Федерации сейчас и так раздают. Герман Барабанов спрашивает. Здравствуйте, я хотел бы спросить, где и как начинать заниматься практической стрельбой? Мне 14 лет. Наверное, самое лучшее для вас сейчас заниматься практической стрельбой в дисциплине Airsoft, то есть с пневматическим оружием. Это доступно, это можно делать очень во многих местах. И само оружие, и патроны, то есть шарики, они стоят копейки. То есть это будет реалистично, это будет возможно организовать рядом, недалеко от вашего дома, и не обязательно ехать на стрельбую. Ну и доступ к оружию. Фотограф Кирилл спрашивает, есть ли жизнь на Марсе? Я понял, это один из тех шутейных вопросов. Я постараюсь их обходить или отвечать в личных комментариях, поскольку не всем шуточки нужны, всем нужна информация. Но на этот я отвечу, поскольку мы находимся на Татуине, это, конечно, не Марс, но о поисках жизни я кое-что знаю. Значит, была история любопытная о том, что НАСА создала спутник для того, чтобы искать жизнь на Марсе. И этот спутник имел очень много внутри всякой электроники, который производил анализ на месте. И на основе этих данных дальше в лаборатории решали, есть ли жизнь или нет жизни на Марсе. И, в общем, этот спутник туда полетел, он данные собрал из грунта, из всего остального, они были отправлены, проанализированы. И вывод был однозначный, на Марсе жизни нет. Но потом один неглупый человек, не будем на личности переходить, этот же аппарат они отправили в Антарктиду. И начали те же самые манипуляции выполнять там. Они собрали пробы, проанализировали и пришли к выводу, что жизни на Земле нет. Да, в Антарктиде они не нашли следов, но если вы не нашли следов, значит, что вы исследовали объект всесторонне. Это так же, как взять стакан воды, посмотреть и сказать, ну какие здесь рыбы. Рыбы в океане нет, но вы же исследовали только стакан. Так что вот, шутейные вопросы будем обходить стороной. Есть ли смысл в членстве ФПСР, если не нужны спортивные разряды и звания, а на большинство матчей допускают и так? На мой взгляд, смысл в членстве Федерации есть. Во-первых, при вступлении вам придется изучить правила, знание правил очень неплохо. Раз вы любите участвовать в соревнованиях, знание правил позволит вам защищать свои собственные интересы, знать разные нюансы. И раз вы участвуете в соревнованиях, вы, наверное, хотите проверить себя на каком-то другом уровне, вы, наверное, хотите победить. То есть какое-то честолюбие у вас есть. Второй момент. Почему имеет смысл быть членом Федерации? Дело в том, что, будучи членом Федерации, вы становитесь официальным спортсменом. Получаете совершенно обоснованное право владеть теми самыми магазинами более 10 патронов. Соответственно, к вам никто не сможет предъявить претензии, что вы нарушаете закон об оружии. Третье. Я заметил, что многие люди говорят, что их не интересуют разряды и звания, им все это не нужно, им интересно посоревноваться, побегать, пострелять. Но, когда они выполняют первый разряд КМС или мастера спорта, то чудесным образом оказывается, что они хотят пойти и оформить этот разряд. Поэтому смысл стать членом Федерации практически стрельбы имеется. Андро 2014. Приветствую. Ваше мнение. В запасе на случай ЧАЭС какие патроны для дробовика предпочтительны? Спортивная картечь или стандартная охотничья картечь? Спортивный патрон на треть дешевле, более скоростной и резкость, по идее, больше. Все-таки спортивная картечь для чрезвычайной ситуации подходит меньше, потому что, как я понимаю, спортивную картечь – это картечь с меньшей скоростью, а не с большей, с меньшей резкостью, а не с большей. И спортивная картечь имеет своей главной задачей – собрать маленькую кучу. То есть спортивная картечь летит в листик и собирает точечки близко друг к другу. Она для этого предназначена. А охотничья картечь гораздо более мощная. Она предназначена для того, чтобы поражать на средних дистанциях какое-то довольно крупное животное. Поэтому там картечь разлетается сильнее. Поэтому я думаю, что на случай ЧАЭС условных, когда на тебя нападают зомби, лучше иметь охотничью картечь вне зависимости от ее цены. Еще один минус спортивной картечи заключается в том, что у нее меньше импульс. И нередко возникают задержки именно из-за того, что не хватает силы для того, чтобы провести нормальный цикл перезарядки. То есть экстракцию от стрельного патрона и досылание следующего. Поэтому я думаю, все-таки охотничья картечь. Андрей Александров спрашивает, как перестрелять Халитова в ПСС, если в ЕКБ ты уже переехал, но твой максимальный настрел только 600-800 в месяц. Вы переезжайте в Кострому, там будет легче. А если вы решили перестрелять Халитова, я слышал, что он неравнодушен к бургерам. Можете поработать с этим. Уважаемые стрелки, поддержите наш канал на Патреоне. Это сайт, где зрители могут получить доступ к обучающим и другим неопубликованным видеоавторам, которые им нравятся. Для этого просто перейдите по ссылке, указанной в описании. На следующей неделе мы разыграем отличную стрелковую футболку среди наших патронов. Присоединяйтесь. Продолжение следует...